Итак, всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юран, и мы продолжаем прохождение Паразитки EV2 с улучшенными HD текстурками на Первый PlayStation, Червятор, Дагстейшн. Итак, у нас с вами компуктер был. Мы помним с вами, что здесь у нас с вами был, значит, какой-то дождевой червь, короче, зелёный, или какой-то сбежавший из Мармелада Бон Пари, червяк, который на самом деле перевернул пароль. Смотрите, у нас с вами есть пароль, который у нас с вами написано «Милица Майя». Но на самом деле я не буду тогда ходить к тому журналу, дам у нас с вами лишний раз не гадать. Мне пароль известен. У меня всё это было записано, когда я до этого раньше проходил игру. Сейчас я вам всё объясню. Код в компьютере будет такой A3EILM2S2Y. Почему такой? Почему такой? На самом деле сказать сложно. Потому что, как бы, у нас с вами написано «Милица Майя». Для бы лишний раз не ходить за тем журналом, там были какие-то объяснения, что клавиатура, с её помощью можно ввести пароль. Прикол в том, что там описано в этом журнале, где ты помнишь, мы с тобой заходили в кабинете, который валялся на кровати. Суть пароля в том, что он, значит, выставляет цифры от конца на начало, скажем так, их между собой как-то, короче, сортируя. Сортируя, сортируя буквы, сортируя. Суть этого червя, он меняет местами буквы. То есть, поэтому пароль, который вы видите на заднем плане, он не сработает. Видишь, заводится, короче, звук у нас с тобой, как будто заводится. Это вам выдано права категории Е какого-то, короче, подключения к серверу Warface. Значит, что у нас с тобой такое? Суть ввода пароля, что он меняет местами цифры и буквы. То есть, короче, там сначала вводится какое-то количество букв, а потом вводится какое-то количество цифр. В этом журнале там всё это описано. Суть этого червя у нас с тобой сейчас завелась. Жигули, судя по звуку, и мы с тобой успешно ввели пароль. Так, давай, добро пожаловать в Юсида. Лаборатория. Выбранный пункт, сейчас недоступен. Ага, понятно, ладно. Главные файлы. Выбранный пункт, сейчас недоступен. А что здесь доступно-то? Так, доска объявлений, давай, Авито. В смысле недоступен? Ну, хоть елу открой. Почитаем, что там есть вообще. Хоть бабищи себе хоть новую одежонку наконец прикупят. Ладно, окей, программа посетителя. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов в целях авторизации. Какая из органелл имеет собственную ДНК? Я не понимаю, это у нас с тобой опять какая-то началась викторина от Якубовича, которая у нас с тобой была в первом паразитиве. На этот раз у нас с тобой ещё раз викторину опять какую-то нам с тобой дают. Витахандрин, наверное. Частью какой структуры является Кипр? Вообще, они, насколько помню, короче, на Кипре работали ФБР. Назовите город, находящийся за Невадской лабораторией. Ну, Драйфилд, это которое было Драйфилд, это типа... Если слово драйить, это очищать, получается. Драйфилд переводится, как я понимаю, как чистое поле. Ну, драй, это чистое, а филд, это поле. Чистое поле, Драйфилд. Все ответы верны. Вам назначены гостевые... В смысле, гостевые права. И вообще-то админ. Выбор. Лабораторные руководства, исследования, вопросы. Вопрос. Что такое ИНМС? ИНМС это экспериментальная форма жизни, созданная для реализации проекта Неотения-2 какая-то. Короче, какой-то Нео из Матрицы и Тень какая-то 2. Что такое Неотения-2? Короче, 150 миллионов вопросов. Так, Неотения-2 это проект, основанный на эволюционной потенциале неомитохондрий. Целью которой является повышение жизнеспособности человечества. Ну да, которая сожрала туда бабу. Ага. Первая стадия. Получение образца неомитохондрий силой равной... Или больше, чем у тех, что стали причиной... Чему? Нью-Йоркского инцидента. Вторая стадия. Третья стадия. Раскрыть истинный потенциал человечества и сохранить его жизнеспособность. В предыдущем столетии с помощью запланированной эволюции... Чухня какая-то. Вопрос. Каковы результаты? Образец неомитохондрий получен в январе 1998 года. Это первая часть. Первая стадия завершена. У нас с тобой была, помнишь? Третья стадия завершена. Создание ИНМС прошло успешно. В ходе их тестирования возникли проблемы, связанные с бунтом тестовых экземпляров. Ну это бабус, которые сожрали. Я помню. Будет предпринята попытка подавить бунт с помощью клонов других экземпляров. Да можно было ОМОНовцев вызвать, и они бы хорошо подавили бунт. Должен запланировать информацию запрещен. В смысле запрещен? Где был... Добыт тестовый... Образец. Давай, Ентер. Ух ты, прикинь. О, а я брею. Прикинь, собственно, персоны. Идентификатор РГП 07024. Гражданство США. Прикинь. Родилась в Бостоне. Что? Как бабища. Но тогда... Все те ИНМС, это мои... Прикинь. Братья и сёстры твои. Подруга. Смотри, какая у тебя огромная, не очень дружная семья, правда. О. У нас с тобой таксофон звонит. Давай подругу ответим. Алло. Привет. А, я, говорит Кайл. Я знаю, что это ты. У тебя большой лоб. Так что спутать с кем-либо другим просто невозможно. Ну да, это правда, что у него лоб на полбашке, как у Ильича Ленина. Ладно. Кайл. Говорит, бабища. Ты знал про меня? Конечно. И что? Это не твоя вина, верно? Тебя ещё что-то беспокоит? Можем поговорить об этом. Но он с тобой у нас, прикинь, он ещё и не только у нас с тобой... Этот... Как он? Частный детектив, так он ещё и психолог. Он готов нам, так сказать, с тобой провести беседу соответствующую. Может, материнский инстинкт? Скверно воспитанные малыши. Ты подонок. Если чувствуешь ответственность, ты прибери здесь. Ты же охотник, в конце концов. Я думаю, да. Ая, подожди. Я хочу показать тебе кое-что. Приди сюда как можно быстрее. Я отправил координаты твой GPS-навигатор. Поняла. Скоро буду там. Вот это я понимаю. Буду ждать. Конечно, хранится. Слушайте, но как бы, а чё она его обзывает-то? Он ей ничего не сделал. И... Она ему интересна. Охотник. Хм. Ну да. О, у нас с тобой новая музыка пошла. Так, подожди. О, здорово. Так. Ааа, так, мостик. Это у нас есть с тобой. Подожди, у нас с тобой убежище. Второй этаж. А откуда у нас карта прогрузилась? Почему? Это нам с тобой... Ну, убежище первого этажа, получается, нужно же правильно гнать. Ну, погнали, подруга. Так, здесь у нас с тобой вроде никого быть не должно. Сейчас мы с тобой. Ну-ка. Я открыл дверь. Всё нормально. Молодец. Я в тебе не сомневался. Ты способный у нас с тобой, деваха. С тобой открываешь дверь, у нас с тобой вода плавает. Так, погнали. По шестигранным текстурам, по квадратным. Хорош. Всем выйти из сумрака. Стоять на месте, не двигаться. Ну-ка, пошли, прось. Ты чё там лапы тянешь? На тебе. Ну-ка. Мимо. Всё. Хорош, отдыхаем. На. 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 Всё, хорош. Всех уработали. Подожди, а слушай, а мы с тобой патрона-то не закупили? О, по три тысячи шестнадцать пятьсот денег. Кстати говоря, мы вообще с тобой вообще ничего не закупили. На каком этаже у нас с тобой была? Я чё-то всё забыл. Не так к делу, не пойдёт, ребята. Спальное помещение. Склад. Вот оно, оружейное. Там как раз у нас с тобой никого нет. Это у нас с тобой сейчас на другой этаж, да? Мы с тобой сейчас опустимся тогда, и у нас как раз с тобой будет всё. Патроны 0, 36, да, 36 боеприпасов осталось. Нам с тобой надо менять патроны. Давай мы с тобой тогда передвинем патроны, наверное. Так, возьмём в спас. Так, нет, знаешь, в чём мы с тобой сделаем? Так. Мы с тобой вот так просто... Так, подожди, переместить вот так вот. Переместим. Затем переместим сюда. Так. А, у нас с тобой ещё и всего лишь только парабеллум на десять дамага. Слушай, это вообще такая-то беда получается у нас с тобой. Так, вместо биоэнергетика мы с тобой возьмём картечь. Зарядим. Спас-12, в принципе, мы с тобой, получается, как бы у нас с тобой и одно другое оружие есть теперь. Так, да, мы с тобой, да, на этом этаже мы с тобой никак не переедем. Не переместимся, так сказать. Нам с тобой надо идти сюда. Побежали. Дверь от шкафа. Оп, здорово. А, она у нас может, походу, очередями стрелять ещё. А, без разницы, на R1, на R2 стрелять, она всё равно стреляет. Кто это? Чё, мышь какая-то? Смотри, а она ещё у меня... Опять дамага, короче, режет. Это ещё из-за расстояния, видимо, режется часть дамага. Во, хорош. Ты чё, жирный? Руки убери от бабы. Вы фу, опарыши. Да ну вас нахрен, я ничего не вижу вообще. Ну-ка, сейчас мы у вас... Хорош! Перезарядка. Всё, короче, горят, смотри. Ай, отвалите. Всё, сгорели, хорош. Как всегда, красавчики. Мы с тобой сотку патронов уже приняли, только что потратили. Всё. Патронов больше нет, ребяточки. Нам с вами сейчас на другой этаж опустимся, сразу надо в оружейную бежать. Срочно. Срочно, срочно. 250. Итого, 3200. Так, 350. Итого, светлячок. Хорош. Даже патроны хотя бы ещё немножко... А, у нас с тобой ещё для дробовика патроны есть. Точно, что-то я забыл. Можно попробовать с тобой взять дробовик. Всё, картечку заряжили. Заряжили, так сказать. Но, в основном, надо будет слушать. Надо будет проверять. Я хочу проверить дробовик. Вообще, в действии, так сказать. У нас с тобой, короче, какая-то шумоизоляционная, титановая такая дверь. Такое чувство, как будто в рентген-кабинет, кстати говоря. В рентген-кабинет они тоже чем-то похожи. Такие же огромные свинцовые двери. Конечно, подняться наверх, подруга. Ты ещё спрашиваешь? Ну-ка, всем стоять. Ух ты, батюшки мои, здоровяки. Толстячки. Фу, меня траванули. Ах, вы псы. Позорные. Толстые. Сейчас я вам как забубенью. Ну-ка. На тебе. На. На. Хорош его. Все его лапы поотрывало. На. По 36, конечно, это неплохо. Но хорошо, когда она целиком всю толпу. Так, мы, короче, спайсуха его. Фу. Уйди. Жирный. На тебе. Короче, толстого разнесло. Ну, он хотя бы похудел заодно. 304 тысячи, 5 тысячи, 17 тысячи. Того у нас с тобой 150 миллионов евро. Так, хорош. Как всегда, мы с тобой на фулах восстановились. Так, идём к Кайлу. Сейчас мы с тобой посмотрим, всё, так сказать, изучим, чего он с тобой там позвал в гости. Чё-то хотел нам показать. Открываем дверь. О, задаре. Здорово. Говорит. Вот, чё-то у нас с тобой такое какие-то, короче. Чё это такое за чудо? Чё это, короче, на паука, похоже, из Resident Evil 5-го. Он, видишь, бабич, смотри, стоит. Мелко. А может, это она и была? Что-то её воспоминания. Невероятно, да? Говорит Кайл. Ну, может быть. Смотри, куни, у гранатомёта уже. Вообще оружие, как перчатки меняешь. Я чувствую присутствие неометахондрии. Их миллиона внутри этой штуки. Да. Это живой реактор. Какое-то нечто вроде неометахондриальной фабрики. Чё-то какой-то бред это просто. Внутри находится летающий монстр, способный распространять неометахондрии с помощью вирусного вектора. Если он вылупится, то прощай, Западная Америка, в том виде, в котором мы её знаем. Но на этом всё не закончится. Разумеется-то. Вирус внедряется в клетки носителей, перенося неометахондрии в ядро. Заражённые люди будут размножаться. Так они и так размножаются. Какая разница, заражённые или не заражённые. В общем, это глобальная эволюция. Но на этот раз естественный отбор против нас. Почему? Но почему? Лай, лай. Выходит, это существо сделано из меня? Говорит, бабища. Точнее, оно трансформировалось под влияние ДНК твоей митохондрии. Оно было человеком, а стало и НМС. Бабища молчит. Пять точек. А к текущему моменту оно полностью утратило былую человечность. Но это видно, как бы. Проблема в том, что нельзя стрелять в него из оружия. Иначе вирус выйдет наружу. Ты всё верно поняла. К счастью, некоторое время летающий монстр ещё побудет в коконе. Ты уверен? Ну, я взломал центральный компьютер и прочитал об этом. В этом живом реакторе есть одна полость кабина управления. Он ждёт появления хозяина. Какого, интересно? Ты имеешь в виду... Да. Филот прячется где-то в убежище. Давай найдём его до того, как настанет время вылета. Точно. Я займусь его поисками. Походу, какой-то гастарбайтер из таксопарка у нас с тобой ждёт, короче, пилота. Так. Погнали. Сейчас посмотрим, что у нас с тобой здесь есть. У нас с тобой есть мобила. Эти устройства следят за состоянием кокона. Может, это система жизнеобеспечения? Что же это за штука? Думаю, кнопки здесь лучше не нажимать. Почему не нажимать? Давай нажмём. Ctrl, Dale, Bale, Enter. И всё. И всё. У нас с тобой всё полетит. Так сказать, тар-тарары. Ой, здрасте. Так. Жилой этаж убежище у нас с тобой. Что нам пишут? Жилой этаж. Ну, это и так понятно. Как бы подземная парковка. У нас с тобой, короче, какой-то... Какие-то гуглокарты. Давай нажмём вперёд. Во, хорош. Операционные. У нас с тобой какие-то красные лампочки появились. Непонятно, что это такое. Так. Давай дальше смотрим. Этаж для экспериментов какой-то. Мусор-разжигатель. Свалка этого с тобой. Помним. О! Наукафчик, смотри, какой-то. Пешеходная зона, лесная зона, пирамида, хеопс какая-то. Короче, пирамида из Египта спёрли. Наблюдатели пункт. Что за дичь, что происходит? Саванна. Электростанция, сад какой-то, островок. Остров и одинокий остров. Та-та-та-та-та-таран-та-таран-таран-таран-таран-тан. Может, судьба тебе поможет. Та-та-та-ратан-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. любви ты чё там ходишь-то братан на ведь интересно можно ли позвонить его наружу алё здравствуйте существо производящий неометах андрей все хуже чем я думал это значит что теперь у нас на счету каждая минута я планирую обсудить это со штабом дело все что сможешь по со своей стороны все как всегда конечно бабище все будет делать в одиночестве на но и благодаря чем может быть кайло его небольшой поддержки так чем с тобой надо двигаться куда-то дальше ну что кайл ты идешь со мной нет чего нас тобой кстати говоря ладно погнали где узел грунтомет чем так оружие то нет хоть бы мне бы дал бы оружие в конце-то концов алкаешь все себе захабал вот тебе да брата батюшки мои здрасте приехали вы откуда здесь таки такое чудо стоит не такой нос еще как у свиньи такой поросячьи морда просто ну-ка сейчас мы тебе бах на на хорош на 250 дамага нормально слушай он но хорош короче всех подпалили вон тоже перезарядился красавчик 408 опыта у нас его практически 4 косаря мы сейчас еще что мы сможем с тобой вкачать патрон опять 56 миллиметров 80 штук это очень так сказать по по-доброму конечно с вашей стороны но нам нужно на вооруженную брата хочется этого или нет кайл верно мыслят нужно найти того пилота пошли искать пилота ду чего говорит обычно мои предчувствия верные там нечего делать смысле нечего делать ты попутал мне патроны купить надо нечего говорит там делать ты чё наверное лучше меня знаешь да чё нам надо делать у кого надо идти умник ладно погнали оп здрасте ой батюшки мои это ключи что такое за чудо смотри такая рожанья как фиолетовая это этот самый все разлетелся раскрошился это у нас с тобой короче сленда разбежали из подсобного помещения 4000 на сейчас мы с тобой давай вкачаем что-нибудь если у нас с тобой 4000 на с тобой такое дали поджог мы можем с тобой вкачать если говоря мы можем с тобой вкачать еще плазму которая будет сбивать с ног врагов нет можно принципе да давай вкачаем плазму у нас то потребление всего лишь будет вообще 4 и максимум у нас с тобой уже их 62 даже более того так куда нас с тобой надо непонятно сюда это прочь прочная дверь но ты так понятно эта дверь в рентген кабинет нас с тобой здесь не пускают ночь мы идем дальше но и вот конечно же виднее куда нас с тобой надо идти все о опять у нас с тобой плавучие ребята здорово привет угри на на самом деле это мало по дамагу выходит особенно учитывая скорость стрельбы вот красавчик спасибо 255 патроны мои экономит 70 88 у нас со мной да у нас там 18 с половиной тысяч тебе скажу но у нас хотя бы направляет хотя бы говорит нам куда идти потому что он вечно с у нас он молчит молчишь ничего не говоришь тратата рта-та-та-та-та-та-та-та-та-та что-то там забыла да смысл что я там забыла тебя спросить забыла сюда-то погнали куда нам с тобой надо спуститься вниз похоже он не работает ну да конечно никто же вы не включил мы с тобой короче полностью всю карту исследовали у нас с тобой где-то должно быть это у нас с тобой берут четвертый этаж шахта запад шахта восток а где у нас с тобой тогда не понимаю там было этот уж как моего с тобой находили погнали сюда туда к басам к сабвуферу думаю там ничего да смысле там нечего делать ты попутал штуку где чё надо делать а у нас там просто переход закрытый и что у нас с тобой проход закрытый переход ты же нас умник наверное нигде нам нечего делать тебя забыл спросить чё нам где делать ух нам не туда малышка давай оставим прогулки на потом чтобы нам не прогуляться под вечерочек так под ручонку с гранатометом я с дробовичком хорошая компашка так ну куда-то нам надо еще прикалываешься что ли брось мне кнут инди какой инди 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 может крокодил данди они инди уж там сюда вообще ты делаешь это просто потому что хочешь со мной поговорить да конечно как-то догадался так нам не мы куда только не пытаемся идти все время он говорит что не туда идем похоже не работает а как тогда подожди я я я просто не понимаю и зачем это сюда пришли если нам никуда не надо чё бредишь что ли а я мне начинает казаться что ты держишь меня за идиота конечно а я поверь мне поверить тебе чтоб я правильно делал что держу тебя за идиота не сомневаюсь подожди ну так если нам не туда не туда и не туда сейчас нам обратно надо идти ладно погнали обратно лифты не работает нам куда тогда надо идти чё за бред давайте проверять там нас с тобой в дверь не выпустили так здесь у нас с тобой тоже не так все осторожно двери не прислоняться пожалуйста но с тобой такое пишет нам ну смотри эй обычно мои предчувствия верные вещи нам с тобой говорят не туда хотя нам надо было паттерна купить мы с тобой не можем идти без без боеприпасов это это чушь понимаешь полнейший на самом деле на самом деле полнейший волнейший бред у нас с тобой скоро закончится боеприпасы нам нельзя туда идти так суши может там с тобой надо было наверно может быть что-то открыть что-то включить здесь может быть данного какие-то кнопки понажимать потому что если нас с тобой не выпускают это не не напрасно тогда уже начием с собой сейчас делаем эти устройства я за состоянием кокона может эта система же не обеспечения так вот у нас с тобой может быть здесь какую-то на 2 кнопку нажать давай попробуем также нас а чё нас такие за красные точки не понимают эти светится моргают это типа может систем безопасности а может какие-то там типа ребята за агрессивно компульсивность вот лишь у нас с тобой он смотри как она наш аж звуки это страшно издает территория тонн на у ковчег называется штука павильон какой-то у нас с тобой д-9 где торгуют дошираками и капустой ладно давай назад еще раз нажимаем свалка мы с тобой здесь были это не так кажется что это может быть система какая-то система безопасности вонючая а может быть здесь я просто этаж для экспериментов я не понимаю он просто ничего не нажимает она ничего не нажимает а вот здесь написано кнопка вперед это что серьезно спасибо капитан очевидность нет она сама никуда не 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 предлагает ничего делать но получается если мы с тобой сейчас спустимся на том лифте дауншифтинг так ладно второй этаж на 100 получается вот мы с тобой двигаемся допустим на 3 и мы с тобой попадаем вообще непонятно к нам попадаем на самом деле тоже здесь как бы не описывается к вам что попадаем так вот смотри переключить закрыты переключение похоже сенсорная кнопка давай переключим ну ка открыто аркам какой-то какой-то аркам непонятный какой-то аркан короче орган получите кнопок можно менять камеры так освещение вкл конечно освещение вкл нам снова доставлять это все дело переключатель о лифт выкл ну-ка сейчас мы давай с собой внука вкл все включить так идем дальше чё у нас с тобой такое переключатель так это что-то на собой камера смотрит направо камера смотрит налево так посмотреть направо посмотреть на левому теперь можно переходить дорогу все отлично о кайт пирамида смотри у нас с тобой стоит правильно понимаю здорово драться но это сам пирамиды которые из египта сперли видишь какие камера д так камера е автозащита вкл конечно же мы сделаем выкл чтобы она с тобой не доставала короче мы с тобой по всей видимости выкл через систему безопасности включили лифт ребятки поэтому встречи ли мы с вами уже продолжим дальше идти так что всем огромное спасибо за внимание до встречи включите не переключайтесь а я привет у тебя там все в порядке говорит побище зал он только что вышел и я волновалась тебе будь осторожна подружка кстати пирс ты там не встретила да я так и подумал он сказал что болит живот и ушел рано утром а потом я видел как он психовал что-то в своем машине и тут я подумала понимаешь хорошо я передам твое сообщение залу потому что меньше надо дешираков есть и огромное количество кофе пить по утрам чтобы у него живот не болел живот прихватил у него это самая простая отговорка может не вообще гастрит а может быть у него просто расстройство желудка так сказать не сварение ему надо было просто активировано угля принять все бы у него было нормально но разумеется он этого делать не стала поэтому просто-напросто сбежал откуда здесь еще здесь делать пирсу откуда нам его встретить я не знаю короче у нас с тобой все за нас там переживают все болеют во всем этом кипре вместо того чтобы приехать нам помочь разумеет всех на ток поддерживать на расстоянии ну да это единственное как правило что обычно способные такие в кавычках друзья ладно ребяткин пока что там все огромное спасибо за внимание на встречку лисе не приключайтесь будет много все крутого имени интересно сам был аж и ранка до новых встреч и пока пока следующей серии мы с вами начнем туда уже возле лифта всем удачи ребятушки не приключайте